Солдаты, которые служили в войсковой части 55-25, сегодня проводили в запас. Теплые разведальные слова прогучали от командиров, ветеранов Великой Чыной войны, духовенства. И если в военной форме юнаки отшиваются безуполненно, то перед початком обычного самостоянного життя крыху хваливаются. Тому слова-потримки для них вельми важные. Марина Джалая с подробностями. Дмитрий Дзергач по второго года служил в войсковой части 55-25 у Мазыры. Кажет, что крыху от подшне – тыдни-два, и приступит до працы. До армии он скончил Минский энергетичный колледж и зараз молодого специалиста приймут на посаду инженера на предприемство «Гомель Энерго». А служба покинет только добрые вспоминные. Каждый должен пройти это, так как испытание, можно сказать, для всех. Армия много чему научила. И ценить, где-то родиться, где-то жизнь свою. В принципе, учат только лучшим. Свой долг перед родимой Петр Паденежный выконвал у войсковой части 55-25 у Гомеля. До армии учился на повара, тому и на службы ему доверили стратегичный обовязок – кормить солдат. Юнак каже, что частей за все варил перловку. С травы, приготовленные Петром, худка сможет попробовать любой жадающий. Молодой человек будет работать у одном из гомельских ресторанов. В армии начинаешь ценить какие-то жизненные мелочи. Это, несомненно, урок жизненный для каждого мужчины. Поэтому я считаю, что нужно пройти эту школу жизни. На дворе сегодня стало больше подобное на зимовое. Але от эмоций на пляце было тепло. Молодые военнослужащие отримали подарунки, грамоты и запрошение вернуться в войсковую часть на працу по контракте. Пока шла врачистая церемония, на супрать, хвалюющийся, своих детей, братов и каханых, чекали родные. Сдымали на телефон и лечили хвилины до момента, когда можно будет подойти ближе. Служили в нашей части, проявили себя с лучшей стороны. За время прохождения службы хотелось бы отметить, что все 100% повзрослели, стали настоящими мужчинами, защитниками своего отечества. Ритуал проводов с боевым стягом проводится двойче на год. Сегодня у им удельничали 106 военнослужащих с Гомельской, Брестской и Могилевской областей.